Лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Эквиваленты этой пословицы есть во всех языках мира. Но в любой точке нашей планеты находятся те, кто к правде не готов. Они отрицают ее по разным причинам. Из-за страха, невежества, излишней доверчивости или по злому умыслу. Но главное, от их неприятия правды страдают другие. Итак, сегодня наука против, пожалуй, самого убийственного антинаучного мифа 20-го столетия. Мифа о том, что вирусы иммунодефицита человека не существует. Это программа о ВИЧ-диссидентстве, о тех, кто отрицает смерть. Сейчас мы пообщаемся с Юлией Верещагиной, которая 4 года была ВИЧ-диссидентом. Юль, я знаю, что раньше вы не верили в существование ВИЧ. Вы были ВИЧ-диссидентом. Правильно я понимаю? Почему? Я бы сказала так, что я не верила в наличие этого вируса у меня. То есть я была таким отрицателем одиночки, так сказать. И не верила, что в принципе необходима какая-то терапия, лечение. И что это лечение, это вот калечить людей сильнее, чем его отсутствие. Да, да, да. И что все это заговор с целью зарабатывания денег. Просто очень не хотелось верить в том, что у меня диагноз, которого нужно стыдиться, бояться, стесняться и скрываться. И информация, которую я пыталась найти в интернете, она меня подтолкнула. Дала пищу для вот этих идей, для мыслей, что да, действительно все так, и это все неправда. И можно поэтому об этом не думать, не переживать и нечего бояться. То есть попытка успокоить родителей, для чего я полезла в интернет, обернулась тем, что я решила, что все, тема эта закрыта. И все, это вообще не стоит наших нервов и мыслей. И запрети вообще эту тему дома поднимать. Сколько времени вы пребывали в состоянии отрицания, будем так говорить? Прошло почти 4 года, ну там 3,5. Что же вас заставило поменять свою точку зрения? Заставило. Просто в какой-то момент, она мне уже до того надоела, эта неопределенность. Я пыталась пересдать анонимно, пыталась сдавать в частных лабораториях. Все равно везде плюсовала, везде просили паспорт. Я, ага, так это ж вот, вот заговор, везде паспорт просят. Но когда я вернулась в Санкт-Петербург, здесь появилась возможность сдать анонимно. И я на тот момент уже просто устала от того, что, ну непонятно, есть он у меня, нет у меня его, какие у меня анализы, что вообще происходит, как дальше с этим жить. Я уже сдалась сама для себя. И решила, что если сейчас анализ подтвердится, ну так тому и быть, пойду разговариваю с врачами и думаю, что делать, как дальше жить. Простите за такой личный вопрос, если хотите не отвечать на него. Были ли у вас отношения во время вашего периода отрицания? Отношения были, но это были отношения тоже с вич положительным человеком. Мы на тот момент с ним расстались, вот когда я узнала о диагнозе. И следующие отношения были уже, когда я уже была в Петербурге, стала ходить на группу взаимопомощи. И там познакомилась со своим мужем в будущем. И я стала общаться уже в интернете с другими людьми, в том числе с вич-диссидентами, причем с ярыми. Ну пытаясь их образумить, я узнала правду, узнала, что все не так страшно. И я пыталась людям эту истину донести. Опыт был печален поначалу. Я встречала не то чтобы даже сопротивление, а агрессию, оскорбление и так далее. У кого-то удалось переубедить? Я потом другую тактику выбрала. То есть я просто писала открыто свой опыт, комментарии открыты. Люди его читали и сами писали мне первой. Но разные истории. Кто-то не успел начать лечение, кто-то так и не смог пересилить себя и признать, что он вич-инфицирован. А вич-инфекция – это тот диагноз, который мало того, что страшно тебе, потому что стереотипов много, а к тебе еще и стыдно, тебе и поговорить еще не с кем. Не с родителями, не с друзьями. То есть ты вот остаешься один на один с этой бедой и непонятно, куда с ней идти. Пока ты найдешь людей, которые готовы тебе рассказать, у меня достаточно много времени прошло, чтобы найти адекватную поддержку. Какие именно доводы используют ВИЧ-диссиденты и что о них думает официальная наука? Обсудим с кандидатом биологических наук, старшим научным сотрудником Института проблем передачи информации имени Харкевича Российской Академии Наук и членом комиссии Российской Академии Наук по борьбе с лженаукой, научным журналистом и популяризатором науки Александром Панчиным. Все тезисы, которые я озвучиваю в этой программе, они взяты из открытых источников и не являются моим личным мнением. Итак, давайте для начала разберемся, что такое вирус иммунодефицита и чем он отличается от СПИДа. ВИЧ – это вирус иммунодефицита человека, то есть сам вирус, а СПИД – это синдром приобретенного иммунодефицита. СПИД может развиться в результате ВИЧ-инфекции, но если ВИЧ лечить, то СПИД не разовьется, и у человека все будет в порядке с иммунной системой. Вот это ВИЧ-диссидентство, те люди, которые считают, что не существует этого заболевания, они опираются на некоторые тезисы, я бы хотел их привести. Вот первый из них и довольно бьющий. Нет ни одного человека на свете, который бы лично видел вирус иммунодефицита человека. И я читал, что вообще, так сказать, единой диагностики не существует. Как же тогда определяют его наличие? Это два разных на самом деле вопроса. Изображение вируса иммунодефицита человека получали и с помощью электронной микроскопии, и криоэлектронной микроскопии, и трансмиссионной электронной микроскопии, и атомно-силовой микроскопии, отдельные белки этого вируса, изученные геноструктурным анализом. Есть про лунностью прочитанный геном ВИЧ, то есть мы знаем, чем он генетически особенный, чем он отличается от геномов других вирусов. То есть мы про этот вирус кучу всего знаем. Выделение вируса сегодня является рутинной процедурой в лаборатории. А вот если мы говорим про тесты на то, что человек является ВИЧ-положительным, то их тоже есть достаточно много разных, причем независимых. Значит, мы можем найти антитила к поверхностным белкам этого вируса. Это будет первый эшелон диагностики. И затем можно найти сами эти белки, показать, что они присутствуют в крови. Для этого есть иммуноферментный анализ. И если кому-то хочется, например, оценить вирусную нагрузку, то есть насколько все плохо, а не просто если там ВИЧ, мы можем сделать то, что называется полимератно-цепная реакция. Это способ, позволяющий, в общем, в итоге оценить количество генетического материала этого вируса. Тестирование на ВИЧ проходит через несколько этапов. Первый тест может иметь какие-то ложноположительные результаты. И у человека, у которого нет ВИЧ, оно тоже может иногда оказаться положительный тест. Поэтому нужно подтвердить наличие этого вируса или это используют уже другие методы. Есть тезис, который привела «Комсомольская правда». Они цитируют заведующего кафедрой патологоанатомии Иркутского государственного медицинского университета Владимира Агеева. И вот цитата. «СПИД – это самая страшная мистификация 20 века. Синдром иммунодефицита существует, но никакого вируса иммунодефицита человека нет и не было. А причины приобретенных иммунодефицитов могут быть самые разнообразные. Радиация, действия некоторых лекарств, целый ряд других заболеваний, стресс и даже плохое питание». Ну, конечно, ему виднее, наверное, чем Нобелевскому комитету, который вручил за открытие ВИЧ Нобелевскую премию Люку Монтенье и еще одному ученому. Собственно, про то, что ВИЧ существует, я уже рассказал, что мы знаем его геном, мы знаем его белки, мы знаем его структуру, мы знаем кучу подробностей того, как он проникает в клетки, мы знаем, с чем он взаимодействует на поверхности клеток, чтобы в них проникнуть. Мы знаем, что есть люди с определенной мутацией, за которой ВИЧ не может взаимодействовать с их белками на поверхности иммунных клеток и поэтому не проникает в их клетки. Есть устойчивые к ВИЧ людям. Мы знаем кучу деталей, механизмов заражения, мы знаем, что мы можем взять клетки иммунной системы, заразить их вирусом, и он их будет уничтожать. И смотрим, вот, CD4 плюс Т-лимфоциты человека. Т-лимфоциты CD4 — это своеобразные вестовые нашего иммунитета. Их задача — оповестить другие клетки иммунной системы, что появилась угроза, и указать, откуда именно эта угроза исходит. Уничтожив клетки CD4, вирус иммунодефицита человека становится буквально невидимым для нашего иммунитета. Нормальное количество CD4 — от 500 до 1500 клеток на кубический миллиметр крови. Примерно капля. Если же ВИЧ не лечить, то количество клеток CD4 уменьшается в среднем на 50-100 каждый год. В случае, если количество CD4 будет меньше 100 клеток, то у больного возникает очень высокий риск умереть от практически любой, даже самой неопасной инфекции. К сожалению, когда ВИЧ еще был не очень хорошо изучен, было очень большое количество случаев, когда люди заражались через переливание крови. Прежде всего, это касалось гемофиликов. В Канаде огромное количество людей погибло, заразилось ВИЧ из-за такого недосмотра, потому что там брали кровь от большого количества людей, в том числе ВИЧ-инфицированных, которые еще не знали, насколько это опасно. И эту кровь раздавали большому количеству людей. Это было очень страшно. Мы знаем, что, например, человеческим ВИЧ не болеют животные, но мы можем сделать специальных генно-модифицированных мышей, которые мы можем придать человеческую иммунную систему, перенести им. Такие будут гуманизированные животные. И мы можем у них заражать ВИЧ, и он будет у них уничтожать иммунную систему. Были другие примеры того, как люди заражали себя ВИЧ сами. Было такое движение, называлось Bug Chasers. В общем, люди, которые по каким-то своим соображениям, ну, например, некоторые из них очень хотели попасть в госпиталь, где лечили ВИЧ-инфицированных, потому что в некоторых странах были для этого созданы хорошие условия. И вот люди специально себя заражали ВИЧ, и у них таки возникал СПИД. Но есть похожий вирус у обезьян, SIV, Cine Immune Deficiency Virus, который тоже взаимодействует с их иммунными клетками. У них не так стромно протекает это все, как у нас, но тоже. Дальше мы можем обсудить исследования, которые были направлены специально, чтобы отличить, скажем, такое влияние именно ВИЧ и какого-то такого неблагополучного образа жизни или среды. Собственно, вот в журнале The One Set было опубликовано большое исследование, где взяли людей, которые являются в группе риска заражения вирусом иммунодефицита человека, но не имеют ВИЧ, и людей, которые тоже в группе риска и имеют ВИЧ. Ну, группа риска произвивалась однополые сексуальные контакты без предохранения, использования наркотических средств инъекционным путем. И в этих случаях оказалось, что те люди, у которых были в группе риска и у которых был ВИЧ, у них возник СПИД, у тех людей, которые были в группе риска, у них не было ВИЧ, у них СПИД не возникал. Ну и, наконец, у нас есть лекарства от ВИЧ, которые... Мы знаем, как они работают, через какие механизмы они работают. Ну, например, ВИЧ — это ретровирус, у него геном — это молекулы РНК, которые он превращает в ДНК, и дальше эту ДНК встраивает в ДНК наших клеток. И если мы используем молекулы, которые мешают вирусу превращать свою РНК в ДНК, или мешают им устраивать свою ДНК в ДНК клеток человека, то такие лекарства, они предотвращают развитие у людей СПИДа. Ну, что еще можно сказать? Бывает такое, что женщина является ВИЧ-положительной, она может передать ВИЧ своим детям. Если ВИЧ перед... Это происходит не всегда. Если ребенку передался ВИЧ от матери, то у него может развиться СПИД, если его не лечить. А если не передался ВИЧ ребенку, то без каких-либо лекарств СПИД у него не разовьется. Ну и так далее. То есть, таких вот аргументов можно выстроить в вагон и маленькую тележку. Если это все-таки вирус, но чем он отличается от вируса гриппа? Ведь можно было бы изобрести от него, например, вакцину. Взять штамм этого вируса, ввести его в малой дозе человеку в качестве прививки, и, собственно говоря, все. Есть очень много особенностей у ВИЧ, которые делают его таким успешным. Он очень изменчивый, поэтому это одна проблема, он использует многие из клеточных компонентов для того, чтобы маскироваться. То есть, он использует наши собственные какие-то молекулы, которые в норме производят человеческие клетки. Он их выставляет себе на поверхность, и у него есть для этого такие особые способы обхода иммунной системы. Дальше он сам поражает клетки иммунной системы. Причем у него все очень хитро. Вот клетки, Т-клетки, он их убивает, а вот, например, в макрофагах он просто сидит... Макрофаги такие клетки, которые умеют пожирать, другие клетки всяких, в том числе патогенов. И в них они просто живут, латентно скрываются, и у иммунной системы особо нету возможности их распознать, вот эти зараженные макрофаги. Поэтому у него есть целый набор адаптаций, которые делают его вот таким вот неуловимым для иммунной системы. Такой вот необычный вирус. Ну, допустим, даже если ВИЧ, это все-таки вирус, и он существует, но, может быть, это не он ослабляет иммунитет, может быть, это вот те самые причины, там, какая-нибудь радиация, плохое питание и так далее, и так далее. То есть он существует, но при этом не убивает вовсе. Ну, если мы будем говорить, например, про радиацию, значит, если мы используем химию, радиотерапию, это используется при онкологических заболеваниях, например, для их лечения, погибают более-менее все активно делящиеся клетки, в том числе и клетки иммунной системы. Но что интересно, они как раз-таки погибают по признаку активно делящихся. А при ВИЧ погибают очень специфические клетки, это CD4 плюс Т-лимфоциты. То есть именно определенная группа клеток, которая имеет мишень, на которую попадает ВИЧ. Именно они погибают, именно их не хватает, именно они нужны для нашего адаптивного иммунитета. Это очень целенаправленная гибель очень определенного типа клеток. Это не вызывается каким-то неспецифическим. Если у человека были просто какие-то проблемы со здоровьем, у него были бы проблемы с разными типами клеток. Известные сейчас болезни, которые записали в СПИД, например, кандидоз трахеи, рак шейки матки и даже простой герпес тоже относят к СПИДу. Когда у человека возникает СПИД, то многие заболевания, которые обычному человеку никак не угрожают, с которыми он может просто спокойно просуществовать, они могут превратиться в очень серьезные проблемы. Тот же герпес, в норме его размножение подавлено, он ничего не делает. Иногда бывают маленькие вспышки, обострения, но они вносят исключительно такой неприятный эстетический характер. Но при этом, если человек заболевает СПИДом, то этот вирус может начать активно размножаться. Это может привести, например, к некоторым онкологическим заболеваниям. Характерное заболевание, например, онкологическое, при СПИДе, это саркома капоши. Эксоплазмоз, который в норме бывает латентный у очень многих людей и ни к чему не приводит, при СПИДе может приводить к серьезным повреждениям мозга. Много пишут, что раньше никто не болел ВИЧ. Это вот изобретение 20 века. Раньше все жили, все было хорошо, а теперь он появился специально. Мы можем проследить эволюцию вируса иммунодезрита человека от его родственного вируса, который встречается у обезьян. Я его уже упоминал, от семен иммунодефицитивирус. Мы подцепили его от обезьян. Причем это не то, как, скорее всего, кто-то подумал, не тем способом, а наиболее вероятный способ это то, что люди охотились на обезьян через мясо, через кровь произошло заражение. То есть, если съесть кусок мяса зараженной обезьяной... Ну, охотник поранился, например, был контакт кровь-кровь. Вот такого типа сценария. Не через другие способы. В общем, мы совершенно точно каким-то образом получили этот вирус от обезьян. И дальше он уже эволюционировал в нашей человеческой популяции. Есть разные штаммы этого вируса. Мы можем проследить, как менялись эти штаммы генетически, реконструировать всю эту эволюцию. Такие работы есть. Потому что это все генетические деревья. Ну, так вы можете родословную группу людей сказать, кто кому дядя, кто кому двоюродный дядя, кто кому троюродный дядя, тетя и так далее. Так и с вирусами можно сделать то же самое. И никаких признаков того, что где-то кто-то там взял и массово все перестроил искусственно с помощью генной инженерии. Ничего такого мы не находим. Этот вирус оказался очень жизнеспособным. А методы, которые используются для борьбы с ним, они не всегда достаточно эффективны. отчасти из-за проблем в том числе и просвещения. Потому что что нужно сделать, например, чтобы ВИЧ не передавался плавым путем? как минимум, нужно всех людей учить предохраняться. Независимо ни от чего. Нужно предохраняться. Многие программы были направлены например на то, чтобы сказать «А давайте мы будем учить людей не заниматься сексом». Вот так не работает. Люди все равно занимаются сексом. Начиная с достаточно раннего возраста. И если им не рассказывать про средства контрацепции, то это будет одним из источников распространения ВИЧ-инфекции. Сейчас около 40% людей, которые заражаются, новых зараженных ВИЧ в России, это люди, которые заразились через гетеросексуальный половой контакт. А дальше ВИЧ это очень такая социально зараженная тема и очень стигматизированная. Некоторые люди предполагают, что ВИЧ можно заразиться, если пожать руку ВИЧ-инфицированную. Это миф. Так ВИЧ не передается. Через поцелуй он не передастся. Через рукопожатие он не передастся. А полотенце. Через полотенце он не передастся. Он не очень долго живет. вне в окружающей среде. По поводу еще теории заговоров. В погоне за материальным достатком главы крупнейших корпораций мира и научных центров идут на обман, вынуждая больных лечиться крайне дорогостоящими препаратами в крайне дорогостоящих лечебных заведениях. То есть, может быть, это все-таки ради денег все? Во-первых, в управляющей большинстве стран существуют программы бесплатного лечения ВИЧ-инфекции. Препараты закупаются государством, причем для этих нужд они... В общем, это не так дорого, как можно было подумать, и можно получить бесплатную медицинскую помощь для лечения ВИЧ-инфекции. Но если пациент заболел ВИЧ, то это приговор. Вылечившихся больных не существует, а те лекарства, которые приходится принимать, они еще хуже действуют на организм, чем сам вирус. Нет, хуже, чем сам вирус, они, конечно же, не действуют, и поэтому люди, которые не принимают лекарства, погибают в течение, может быть, нескольких лет, может быть, 10 лет могут прожить, в зависимости от того, какой вариант вируса им попался, и насколько они сами по себе здоровы, ну и каких-то генетических, индивидуальных особенностей. Можно сделать вирусную наружу нулевой, никак не будет проявляться этот вирус, но он где-то там будет скрываться в отдельных макрофагах или еще где-то. Но вылечить-то нельзя. Так вот, но по факту этот человек, он уже не заразен, у него, так называется, недетектируемая вирусная нагрузка, то есть он не представляет угрозы для окружающих, и его иммунная система будет функционировать так же, как у здорового человека. Но излечиться все равно нельзя. Есть несколько случаев, когда вылечили людей от ВИЧ, правда, они очень экзотичные, и они не станут массовой практикой в связи с своей специфики. В Германии уже три из таких случаев есть, самый первый, самый громкий, но все они похожи. Пациент болел, его зовут Тимоти, Тимоти Рей Браун, с ним все еще жив, здравствует, он заболел одновременно ВИЧ и лейкемией, рак крови. И очень сильно не повезло человеку. Лейкемию лечат как раз химию радиотерапией, которая убивает всевозможные активно делящиеся клетки. После этого следует сделать пересадку костного мозга. И вот пересадку костного мозга решили взять вот этот костный мозг от донора, у которого присутствовала мутация в гене, который окондирует биок, с которым взаимодействует ВИЧ, чтобы проникать в клетки иммунной системы. И ему подобрали такого донора, у которого эта мутация делает его устойчивым к ВИЧ. И вот после пересадки такого костного мозга вот Тимоти Рей Браун, там прошло уже много-много-много лет, у него нет ни ВИЧ, ни лейкемии, ему не нужны противовирусные препараты, с ним все в порядке. Так что такие случаи бывают, но сама процедура пересадки костного мозга, химио-радиотерапия настолько вредна, а препараты, которые существуют от ВИЧ, настолько эффективны, что рекомендовать кому-то без лейкемии пройти такую же операцию, процедуру и вылечиться полностью от ВИЧ, это скорее приведет к снижению ожидаемой продолжительности жизни, потому что это очень рискованная операция. Но может быть, все-таки вот эти препараты не до конца, грубо говоря, лечат ВИЧ. Почему? Потому что этим вирусом удобно государству, политикам всемирный заговор, все что угодно, контролировать количество населения на Земле? Так можно сказать, такой теории заговора можно предложить для абсолютно любого заболевания, сказать, что грипп тоже убивает людей, значит, это грипп, тоже теория заговора. Это абсолютно какая-то гаспиологическая ересь, которая не имеет никакого смысла. Можно предположить, что в этом заговоре участвуют миллионы людей, ученых, которые занимаются изучением всего этого, что они все подделывают, все скрывают. Представить себе заговор из миллиона человек, которые не развалятся, кажется крайне неправдоподобным. Притом, что это ученые из всех стран мира, потому что проблемой ВИЧ занимаются во всем мире. Это, на мой взгляд, абсолютно абсурдная идея. Заканчивая нашу беседу, перевожу цитату тоже из статьи Википедии о ВИЧ-диссидентстве. Она принадлежит Нобелевскому лауреату Кэрри Муллису. Если общепринятая теория верна и СПИД действительно вызывается вирусом иммунодефицита человека, то должны быть научные факты, подтверждающие эту теорию. А таких фактов нет. Мне кажется, что я достаточное количество фактов привел. К сожалению, так бывает, что даже уважаемые ученые могут иметь причуды от Кэрри Маллис. Он получил Нобелевскую премию за открытие разноцепной реакции метода, который позволяет одну молекулу ДНК размножить в миллиарды раз за несколько часов. И этот же метод также позволяет количественно оценивать ту же вирусную нагрузку того же ВИЧ. Именно Кэрри Маллис очень забавную книжку написал, в которую он еще и признался, в то, что в астрологию верит и вещества определенные принимает. Так что, ну, мало ли, что там у него в голове происходило. Основанная на теориях заговора и конспирологии, ВИЧ-диссидентство, пожалуй, самый удобный способ борьбы с собственными страхами. Гораздо проще отрицать диагноз, чем перенять его и заставить себя бороться. Но главное, те, кто отрицает смерть, и есть потенциальные смертники. Ведь даже несмотря на то, что СПИД считается неизлечимой болезнью, современная терапия помогает пациентам прожить долгую, полноценную жизнь. Более того, три человека уже полностью излечились от СПИДа, а значит, лекарство будет найдено. А пока его нет, ВИЧ-диссидентство это верный шаг в бездну. Если вам нравится наша программа, поставьте, пожалуйста, лайк, не забудьте подписаться на наш канал и нажать колокольчик. А еще оставляйте ваши вопросы нашим героям в комментариях под видео. ВИЧ-диссидентство ВИЧ-диссидентство Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова